Всем привет и хорошим настроением! Здравствуйте, дорогие единомышленники! Привет всем зрителям нашего канала! Сегодня мы с Сергеем, вернувшись с замечательного рынка на удельной станции метро, хотим похвастаться с вами трофеями. Вот приобрели, не нашел, для Сергея такой замечательный приемник альпинист 405, не помню, по-моему, 80-е годы выпуска. В принципе, включать мы его пока не включали, но надеюсь, что он будет работать, ДВСВ. А, нет, у него нет непосредственно от сети, вот сюда можно подключать только 9-вольтовый источник питания, вот сюда батарейки. А вот, видишь, отверстие? И вот 9 вольт постоянно. Надо только понять, куда плюс, куда минус. А батарейки-то куда вставляются? А, там у тебя даже, о, что интересно, в отсеке питания мы обнаружили две, как бы, батарейки. Здесь написано футляр, это на самом деле очень полезная штука. В нее, поскольку плоских батареек сейчас не достать, в этот футляр вставляется какого-то другого типа элемента, только не знаю, как тебе его достать оттуда, прижавел. И можно использовать как две плоские. Ладно, я потом тебе его разберу и покажу, как что. Сколько мы за него отдали? Чуть-такую копейку, да? Да, 300 или 200. Единственное, вот эту штучечку надо будет к нему приклеить. Ну, еще из трофеев. А, вот так вот, да? Да. То, что приобрел на рынке Сергей. Вот хотим предъявить миру вот такой опасный инструмент. Что написано на нем? Электро, по-моему. Интересно, такой картонный футляр, обшитый материальчиком, да? И в нем лежит вот такое вот опасное орудие труда. А я говорю, тебе бритвы по горлу и в колодец. То есть это опасная бритва. Да, чик-волосики, чик-головка. Чик-чик, да. Вот. Деревянная ручка. Что там, какие-то тоже за какую-то копейку купили, да? Тоже 300. Тоже 300? Тоже 300. Все по 300. Вот. Ну, остальную часть трофеев в Сереговой машине оставил. Мы ее не принесли вам предъявлять. Зато, зато, похвастаюсь тем, что приобрел я. Так. Ну, во-первых, по просьбам зрителей, кто-то очень, не помню, Святослав, что ли, просил снять обзорную электробритву какую-нибудь очередную. Ну, вот, Агидель приобрели. И такое еще у меня нет в коллекции. Как всегда, 100 рублей. Электробритва Агидель. Обзор на нее смотрите на нашем канале. Далее. Не удержался опять пополнить коллекцию кассет. Купил вот такую и спишку зеленую. Мне понравилось тем, что у нее вот такой, как бы, своеобразной формы корпус. Вот. Такого, дорогих кассет из алюминия. Вот. Sony интересная какая-то. Position Normal. Вот такую Sony я не видал. 90-минутная. И еще одна Sony. Тоже пусть будет. Вот. Далее. Вот. Дефицит не шовечет. Там, где все 2 по 300. О, нет. Все по 300, 2 по 500. Купил целый моток ракордной ленты. Запакованный причем. Вообще острая дефицитнейшая вещь. Ракордная лента оранжевого такого цвета. На такой трогательной катушке. Кстати, за одну катушку можно было купить. Такого типа размера катушек нет. Сколько ее метров? Ракордная лента цветная. Она цветила целлюлозная о соснове. А, 50 метров. Частенько попадаются катушки без начала и конца ракордной ленты. У меня таких есть определенное количество. Так что будет, что подклей. Такую интересную рамку мы купили для подглядывания. Я сказали, подглядывай. А ты послушай, она может вот так. Это для контактной печати рамка на самом деле. Сюда кладешь фотобумагу, сюда кладешь фотоотпечаток. Прижимаешь, включаешь свет. Ей же можно сканировать эти самые фото негативы. А там, где все, два по триста, да, это я сделал? Да. Проводим. Ох! Предмет нашей длительной охоты. Перебрали всех поставщиков. Все бренды были нами просмотрены, да. Чуть не подрались на рынке. Это уже потом, второй раз. Купили вот такую мясорубку. ГОСТ 402583 РПП. Рабочей пролетарской партии, значит, видим. РПП. На струбцинке. Цельная, летая, силуминовая. О! Э! Машину-то, конечно, заводили. Сюда она люфтит, мне кажется. Слушай, люфтит. А почему? Ну, потому что старенькая серия. Тут шаева утрачена. Ну, ладно, это мы будем думать, что делать. Короче, мясорубку купили кайфовую. Так. Сторого. Далее. Что еще было приобретено? Вот такие пленочки школьные. 375 метров. Что на ней записано, не знаю. Потом узнаем. Вот еще есть такие пленочки. Да. И вот такой вот, две интересных бобины. Там, где купили, типа, по 50 рублей, да? Мужик просил. Бобина BV-120. И бобина... Где ты бобина? О! Почему их... А, вот, все правильно. Здесь коробка просто расклилась. Так и написано. Бобина, прикиньте. Это на самом деле, это катушка. Вот. Здесь оказалась кинопленка. Любительская 8-миллиметровая кинопленка. Не супер-8, а просто 8. Тогда, наверное, бобина. Тогда, наверное, бобина, наверное, пленка. Короче, будет случай посмотреть это все в изображении. Так, что-то еще я покупал полезное и интересное нашим зрителям. О чем мы потом сделаем обзор. Запутался в твоем походном рюкзаке. А, вот. Вот такого, по-моему, в коллекции приемничка нету еще у нас. Называется он Селена романтичным именем. Что значит Луна? Вот. Карманного формата. Характерен тем, что он практически все диапазоны. ДВ, СВ, КВ-1, КВ-2. То есть длинные, средние и короткие волны. Этот приемник должен принимать. Вот. И питается от батарейки кром. О, щелкунчик работает? Значит, работает. Все. Тоже обозрим как-нибудь. Ну и, наконец, завершающая и самая интригующая часть нашего обзора. Я не знаю, как делить-то будем. А, я мне еще 200 рублей, кстати, торчу. Сейчас отдам. Купили с Серегой не глядя. О, вон, пачку пластинок. Ну, как не глядя. Не совсем не глядя. Не, ну, глядя. Мы отобрали 9 пластинок. Вот, в чем интересно. Там Утесов, Шульджианка, да? Ну, ладно, интересно. И обоим нам хотелось бы... Диски все, разумеется, разные. Имеет в каждом... Вы порешили так. Заплатили денег поровну, да? Сейчас эти диски разыграем, следующим образом. Достаем. Это тебе, это мне. Это тебе, это мне. Это все время тебе. Не глядя. Заглазил? А последний оставшийся диск мы с тобой разыграем. Кайда, брось монетку в Орел и Решка. Я выиграю. Я говорю, что это ты выиграешь? У меня вот аргумент. Какой? Попрошу убрать ваш аргумент. Короче, надо. Итак, делим диски. Так, как будет? Сначала ему или сначала мне? Тогда вот так. Ну, давай, сначала тебе или сначала ему? Если тебе, ты же дашь, чтобы будут диски пройти? Ты же наш с тобой общий язык. Тогда 9-то на 3 можно выделить. Всем по 3-де. А там я согласный. А давай. Катя мне, тебе. Катя мне, тебе. Там будет 3 диска, и у нас будет 3. Давай мне 4, короче. Нет. Будем по очереди. Не то, что он еще доставится, да? Ладно, первый его, да? Потом нам. По-честному. Так, итак, первый диск под барабанную дробь передается Сергею Николаевичу. Что там? Рижский завод, кстати, тебе повезло. Министерство культуры, сэр. Малыш. Да, я прочитаю. Малыш. Клавдия Шульженко. А на другой стороне студенческое застольное. Ну, зато Рижский завод. Следующая пластинка идет в наш адрес. Под барабанную дробь. О, старые письма. Клавдия Шульженко, а тебе Шульженко, а мне Шульженко. И не тревожь ты себя. Диск интересный. Да. Сам диск большого формата, а тут какая-то фотоэтикетка маленькая. Я вот так. На, следующий диск опять тебе. Давай. Это все время тебе. На. Ти-ти-ти-ти. Синий. Дай прочитаю. Ничего не видишь. Старый пень. Ленинградский завод, когда поет далекий друг. Ух ты, Марк Бернес. На другой стороне. Привет, Бухарест. Вот ты хотел. Да, да. Марк Бернес. Барабанная дробь. Следующий диск летит в наш адрес. И там мы видим записка. Ой. Записка. Клавдия Шульженко. Ленинградский завод. Ура. На второй стороне. Почему ты по Клавдии Шульженко? Специализируешь. Да. А вот это я хотел. А на второй стороне песня Андрюша. А на второй стороне песня Андрюша. Эх, Андрюша. Нам будет быть печаль. Так, следующая барабанная дробь будет, не будет. А, это только для нас. Идет в адрес Сергея Николаевича. Черный какой-то диск остался. Черный квадрат. Ах ты, гад. Одинокая гармонь. Блин, я не хотел. И на реке. Ну, на реке хрен с ним. За гармонь мне жалко. Диск неплохого с охраной. Следующий диск под барабанную дробь. Не идет? А, наш диск. А, и мне записка. У тебя же записка там? У тебя записка уже есть. У тебя записка уже есть. У меня записка? Или у меня записка? Мне кажется, у тебя. У меня записка. Блин. А можно поменяться? Давай. У меня уже есть. Давай не глядя. Отложи ее девятый, короче. Девятый? Ну, давай. На кого бог пошлет. Да. Так подожди. Тогда получается сейчас на кого должен диск тянуть? Ты мне был первый раз. А, я отложил этот диск, который мы сняли. Он не считается. Вот я сейчас тяну себе. 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 Еще. Еще. Себе. Стамбул. Фокстрот. Ансамбль под управлением Батхина. А на другой стороне мерцающие звезды. Квинтет. Следующая пластинка под барабанную дробь идет Сергеева. Это тебе последняя, да? Четвертая. Как это? А так, а старшаяся будет моя, а нижнюю мы разыгрываем. Итак, четвертый диск и последний, наверное, золотой. Родные берега Леонид Утесов. Утесов. И золотые огоньки Леонид Утесов. А, тогда он там не поет. А чего? Слова ДРПР, Утесов, Государственные страны оркестры. Там только музыка Утесов. Ну, ладно. Ну, а теперь законно доставшаяся нам пластинка. Орфей. Голубые канарейки. О-о-о, блю канарейки я хотел. Голубые канарейки нам достались. И не жди меня, румба. Самба. Да. И теперь, ну, каким образом разыграешь этот диск? Ну, я предлагал... Одну сторону ему, другую тянет. Вот так вот, да, абсолютно. Нет, так нечестно. Че, кинешь монетку? Или... А как вам сделать-то, Филин? Я не знаю. Я бы монетку кинул. Давай. А монетки нету. Ну, давай. Есть какая-то монетка? Да как-то вообще. Все, дожили. Денег дали. Ноль. А, ох, папа в большом бумажнике всегда найдется 5 рублей. Итак, монетка. Так. Я кину, а ты говори, орел и орешка. Я говорю. Я сейчас кину ее, зажму. А говорить когда? А ты скажешь, когда я скажу, говори. Если будет сверху орел, то выиграл ты. Если будет, ну, там, ну, если будет то, что ты назвал, да? То мы поедем в Грузию. Решка. Подожди. Решка. Убирай свою ногу. Блин, ты выиграл. Может, она реально лежит с Решкой. Тут я спорить не буду. Карточный долг. Долг чести. Итак, Сергей Николаевичу достается диск-записка. А на другой стороне встречи. А, ну так получилось все по-честному. У меня эти песни есть, у тебя есть. Ну и все. На этом у нас на сегодня все. Репортаж заканчиваем. Всем привет и хорош настроение. Всегда с вами Сергей. И... Па-ха-ха-ха. Продолжение следует...